парни и девчонки всем огромный привет с вами снова евгений шевченко город сиэтл значит сегодня будет у нас экскурсия в магазин американский очень много меня просят показать магазины поподробнее но я вам уже говорил что они любитель как бы магазинов конечно буду показывать вот если меня в планах но пока не срастается потому что во первых это не так просто магазины просто гигантские их немерено вот есть американские европейские в общем все связано с тем что население здесь очень много людей то есть американцев на самом деле практически мало в америке их очень-очень мало много европейцев много азиатов много африканцев и в общем всяких разных национальностей вот и естественно американские магазины не всем подходят своим ассортиментом кто смотрел я мои видео постоянно смотрит вот я чуть-чуть показывал что к примеру в американском даже выбор рыбы там 5 видов вот там нету ни кальмаров ничего но это как пример просто то есть там нету много чего и сейчас посмотрим магазин называется азиатская еда и подарки то есть этот магазин в основном рассчитан на всех кто из азии то есть япония китай тайланд филиппины в общем все азиаты в основном ходят вот в этот магазин магазин называется уважимая естественно тоже сеть по всей америке очень старый то есть он основан еще в двадцатых годах вот поменьше он естественно по размеру чем американские другой здесь абсолютно ассортимент другие цены в общем смотрим примерно вот тут есть арбузы разных видов и такие большие зеленые поменьше вот такие вот полосатые точно как у нас один к одному тыквы зеленые розовые желтые здесь уголь в мешках большие мешки по 16 долларов маленькие по 8 тыквы капуста в общем на улице лежат как бы самые ходовые сезонные товары идем внутрь сразу видим что в отличие от американских здесь нету всяких лотерею тут кастомер сервиса вот куча вот этих редбоксов то что если в любом американском то есть здесь сразу заходишь сразу начинается магазин ну вишни это не новость а вот это вот примеру парни личи это нигде я не видел в американских то есть это чисто их ней азиатский фрукт он по моему на филиппинах растет в таиланде еще где-то здесь парни еще смотрите следующая чудеса рамбутан то же самое чисто их не какой-то фрукт то есть я вот когда был в азии я ел вот такие вот эти мечи очень вкусные офигенные фрукты и здесь то есть я так понял что в овощном отделе мы увидим множество овощей и фруктов которых нету в американских ну цены смотрите сами то есть 399 за паунд то есть примерно за пол килограмма и здесь 499 за паунд потом всякая клубника смородина малина черника принципе это везде есть за исключением смородина смородина я никогда не видел в американских вот это черника такая огромная коробка стоит 1099 но здесь дофига не знаю сколько наверно пару килограмм вот крыжовник мелкие крупный вот это честно говоря не знаю что какие-то китайские фрукты первый раз таки вижу малина вот это обычная черника вот клубника ну и цены вот примеру черника 279 клубника 399 и малина тоже 399 но вот эти ягоды черника малина клубника это все нередкость в америке они круглый год растут потому что здесь другой климат и то есть они шо зимой шо летом стоит одинаково круглый год выращивать вот дальше смотрим смотрите драконовый фрукт то же самое нигде в американских их нет тут постоянно ну папайя киви это везде есть дальше вот этому тоже парни никогда не ел такое называется черемой а манга это обычная star fruit то же самое ихние фрукты никогда не видел такой корейский арбуз то же самое кивану то же самое обалденная какая-то штука не знаю что это вот это вот парни то же самое шуаева вот то же самое в американских такой нет ну кокосы это понятно гуава то же самое не знаю то есть надо будет как-нибудь купить все эти фрукты попробовать вот ну это сушеные финики вот точно такие по моему как у нас продаются калифорнийские ананасы то здесь все по мелочи помидоры но вот парни обратите внимание это чеснок вот чеснок размер руки называется элефант то есть слоновий он просто гигантский но это тоже американский то есть вот в сша выращивать я такой видел его американских магазинах американская производств имбирь парни корни вот обычный чеснок такой же как у нас вот маленький чеснок чеснок подороже конечно чем в американском магазинах примеру в американском одна головка неважно весом и размера стоит пол доллара здесь 300 249 незначительная принципе разница сливы вот такие вот парни помидоры желтые такие животные красные есть набора красные желтые перемешку томатила это чисто мексиканская еда вот тут ее мало видимо мексиканцы сюда заходят иногда лук здесь парни всякие кореня но это тоже чудеса то есть они я тоже с ними не знаком никогда не покупал никогда их не ел вот примеру свежие корни лотоса этот самый водяной орех кабачки всяких миллион разных видов вот это вот я не знаю это тоже какие-то корни вот это вот корни вообще вот такие вот гигантские просто здесь капуста корни лотоса ну это обычная стручковая фасоль вот это парни какие-то растения лемонграсс вот это вот я не знаю что китайская окра называется вот ну баклажаны вот это вот опять парни чудеса тоже без понятия что это похоже на какой-то гибрид огурца и кабачка обычные огурцы один к одному такие же как у нас вот какая-то трава красный базилик какие-то хитрые короче баклажаны вот такие длинные кабачки китайский китайский баклажан называется рубль восемьдесят восемь за паунд и вот обычный местный баклажан две штуки за доллар независимо от веса то есть просто две штуки берете один доллар ну естественно надо выбирать покрупнее здесь дальше вот какая-то сладкая картошка вот она такая потом джукама какие-то вот это вот ям ям это такая фигня типа картошки но тоже сладкая какой-то тара корень вот это обычная картошка вот это вот юка корень юка тоже известная фигня но я вам скажу честно я ничего этого не ел не покупал вот здесь все обычное то есть яблоки перцы здесь всякая зелень тоже ничего необычного пророщенная это пшеница вот органическая по 2,99 за вот такой один пучок то есть один такой большой пучок стоит 2,99 это недорого ну дальше опять кабачки баклажаны вот это вот какие-то что-то типа лука чеснока вот ну это тоже американское там морковь картошка свекла салат вот здесь вот чисто тоже какие-то травы но вот йо-чой-сум к примеру то есть даже сами названия невозможно прочитать то был йо-чой-сум а это просто чой-сум 2,99 ну там браколи здесь какая-то хитрая китайская капуста вот такая вот так и называется нафа китайская капуста ну там петрушка и лук вот дальше здесь парни опять местные тыквы там опять картошка какая-то вот здесь вот вот такие обычные огурцы грибы какие-то корни еще миллион видов кабачков вот зеленая папайя какая-то тоже короче я такую не видел никогда японские корни какие-то вот такие вот волосатые вот это вот парни вот это просто бомба ну и цена смотрите 14 долларов за паунд 13,99 дариан вот такую вот фигню я вам скажу всем рекомендую попробовать это это просто вообще это бомба вот это самый известный вообще наверное азиатский фрукт обязательно всем попробовать его я думаю он продается где-то короче опять какие-то корни финики не финики инжиры вот обычные такие же как у нас один к одному как у нас растут вот то есть практически все что угодно вот пожалуйста колючие огурцы называются индийские вот мини баклажанчики вот такие вот тайские баклажаны вот это тайские баклажаны вот такой вот в Таиланде растет потом парни опять ростки вот они такие вот наборы ростков ну то есть это для тех кто здоровой пищей занимается тут чеснок там какие-то травы опять какие-то корни кукуруза эти самые бамбук вот такой вот он здесь в воде из Китая вот написано из какой страны Китай Таиланд Мексика Мексика это США все вот дальше парни вот здесь вот грибы грибов просто выбор безбашенный то есть какие хотите вот смотрите гигантские грибы вот обычные эти самые шампиньоны вот устрашные грибы вот вот это вот какие-то уникальные вообще чисто японские мини грибы такие же точно японские вот только коричневые здесь это вообще тоже какие-то супер грибы и скорее чем-то похоже на опята но только такие вот длинные белые ну и здесь шитаки это самые известные ну и цена сами видите тринадцать и шестнадцать долларов здесь то же самое зелень но тут есть вот какие-то их уникальные растения там арбузы в общем ничего интересного овощной отдел в принципе парни посмотрели так здесь барбекю то есть это ну просто купил вот коробку и ешь то есть по четыре доллара вот здесь вот парни тоже такое уже готовое то есть то что можно взять вот если вы хотите перекусить то есть сюда многие люди приходят вот именно взять на обед что-то здесь лежат в основном суши всякие то есть их немерено видов вот ровы суши с креветками здесь какие-то комбо то есть там и суши еще какая-то еда это их фирменные блюда здесь здесь вот яйца перепелки парни икра всяких вот разных рыб для суши то есть зеленая черная розовая то есть какая угодно вот в этих вот баночках это какие-то не черви а это какие-то мальки тоже каких-то животных вот здесь вот морская капуста в общем тут все что связано со сушами копченые рыбы маленькие кусочки какие-то кальмары и короче вот здесь дальше идет суша то есть настоящая суша это вот просто куски лосося и там какая-то зелена а вот здесь вот куски осьминогов лосося тунца и еще чего-то то есть вот такие вот всякие разные наборы ну и естественно обычные роллы такие же как у нас вот суши то есть разных производителей много наборов здесь их не сладости китайские вот ну то есть здесь лежит вот все основное то что часто покупают и вот здесь вот готовые блюда то есть я вот такие вот брал на обед они по 6 и по 7 долларов но здесь их прилично то есть здесь получается в такой тарелке идет рис потом на гриле жареная или курица или мясо или рыба то есть именно на настоящем гриле вот оно со вкусом дыма все то есть не искусственно а здесь они жарят у них есть гриль то есть вот есть лосось есть курица есть свинина есть говядина и говядина то есть все что угодно можно выбрать вот здесь вот парни теперь сам сама кулинария то есть типа буфета и здесь вот мы видим продаются креветки в киеве огромные то есть шерингтемпура называется это популярное потом на гриле жареная свинина разные всякие виды котлет вот здесь продаются пекинские утки вон они висят то есть они уже ну как гриленые копченые полутки вместе с рисом как бы набор вы можете купить вам большую коробочку положат половину утки рис это будет стоить 12 долларов вот я покупал свинина то же самое в гриле и обычные курицы ну и разные виды мяса барбекю здесь короче все то же что здесь продают только уже расфасованное плюс их не тесто какое-то специальное азиатское ну и здесь то есть это типа как кулинария и буфет здесь здесь вот эти вот все блюда лежат я здесь часто покупаю на обед то есть вы выбираете просто два любых блюда и рис или вермишель китайского то есть китайский рис с овощами или вермишель с овощами и два любых блюда любые блюда здесь есть курица курица терияки курица обычная потом крылья острые крылья в маринаде свинина говядина и много овощных цена фиксированная то есть один гарнир или рис или то и один блюдо там одна цена к примеру 6 долларов и два блюда другая 8 или 9 я вот здесь часто беру причем порции кладут за раз ты ее точно не съешь в лучшем случае съешь за два то есть здесь хлеб здесь вода там всякие тоже сладости так ну я даже не знаю что тут смотреть то я в этот час магазина никогда не ходил здесь вот замороженные всякие тоже них не чисто азиатская все то есть даже ничего по-английски практически не написано все на иероглифах поэтому сложно понять что вот это вот здесь только иероглифы и все то то же самое то есть какие-то замороженные продукты мороженое здесь то же самое все азиатское здесь то же самое всякие лепешки тесто там какие-то роллы из теста то есть то же самое все азиатское я такого никогда не видел в этих магазинах вот то есть я так понимаю что это вот готовая еда но вся тоже такая тайская причем большинство еды я тут смотрел они привезены все там с Японии еще откуда-то спиртной отдел то же самое парни больше всего здесь саке то есть вот тут вот смотрите саке в таких бутылках в таких банках всем чем угодно вот это вот все все эти полки это все саке просто разных видов цены я вам скажу дешевые то есть я покупал саке ну тут если дорогие там по 50 долларов ну вот такая к примеру 15 да здесь 750 миллиметров 5 долларов вот такие вот в пакетах уже по 8 это все саке просто разные виды в общем я здесь брал самую дешевую по 6 долларов я вот ее что-то не вижу и в принципе я вам скажу неплохое саке по-моему точно такой же как у нас я в ресторане заказывал вот вот а ну она даже по 5 вот вот это я брал 750 миллиметров 5 долларов вот то есть обычная саке и гаке какое-то там тоже целый ящик саке здесь колбасы яйца там и т.д. и т.п. не будем смотреть значит вот здесь вот парни консервы их не азиатские это вообще чудеса то же самое все японское тут вот сыры вот здесь вот какие-то короче непонятные субстанции и вот здесь вот сухие креветки сухой крим сухая рыба вот в таких пакетах вот ну типа наверное той что у нас продают сухие анчоусы 2 доллара короче возьму одну вот сухие анчоусы в таких возьму на пробу просто чтоб с нашими сравнить здесь получается тоже копченые сыры в американских ничего такого нет никаких не сухих анчоусов ничего вот какая-то сухая рыба сухие кальмары сухая рыба со специями здесь что-то сложно сказать в общем что это сухие всякие водоросли вермишели вот это вот какие-то короче я не знаю что это парни честно вам скажу написано корея какой-то редфиш короче такие вот какие-то трубки дальше вот это что то же самое какие-то фрукты овощи в банках консервированные какие-то вот натертое что-то вот здесь вот уже готовая еда вот она она вот в таких вот кимчи называется причем цена вот такая здоровая банка ну 8 долларов 9 долларов вон вообще гигантские банки это какая-то тоже у них супер популярная я не ел не знаю то же самое всякие продукты здесь напитки здесь парни удон это известная тоже фирма азиатская здесь всякие лапши ну вот они по доллару с крабами по доллару но они тяжелые они не такие они не сухие здесь их надо варить но они уже мокрые то есть вот это весит 205 грамм то есть это не сухая вермишель а это то же самое такая одноразовая но мокрая вот то есть я не знаю здесь креветками там со всякими морепродуктами есть маленькие есть большие но это не сухие вот чай китайский покупатели в основном все азиат дальше вот здесь вот парни это все уже чудеса этой самой вот этой вот одноразовой лапши ну то есть мивина она у нас там или как называется здесь ее просто немерено то есть какая угодно огромная маленькая каких угодно фирм там иероглифы рамен донг удонг то есть все что угодно вот эти вот все полки завалены разными видами этой сухой лапши вот это вот все дальше то же самое сухие лапши то есть они тут ну практически какие угодно можно найти вот они по 60 по 70 центов по 80 по 50 вот кстати мама называется вот в общем их здесь миллиард видов потом дальше эти же самые лапши идут но уже вот в коробочку то же самое 5 миллионов видов вот не буду у всех смотреть на то есть я беру их просто огромное количество то есть вот целый ряд это просто разных вот этих лапшей здесь короче парни в мясном отделе но в мясном отделе тоже чудеса то есть цены как бы недорогие вот к примеру вырезка свина 2,79 вот и причем разницы нет что с костями что без костей цена одинаковая здесь есть сырой бекон ну то есть сало вот обычное как под черевок вот в американских сала не продают только корченый бекон продают и здесь есть все чего нету в американских то есть пожалуйста заходите сюда здесь есть печень в американских печени нет здесь есть почки здесь есть там селезенки желудки легкие здесь есть головы здесь есть кишки вот это вот кишки но цены 2 доллара печень доллар стоит то есть это американцы это не едят все это идет в эти магазины печень причем здесь все свежее здесь они все разделывают то есть вот эта печень она никогда не была в замороженке ни почки ничего то есть всякие всякие свиные ноги хвосты то есть все что угодно вот то есть это и уникальный источник вот этих вот видов мяса то есть вот если нужна печень почки там хвосты там сердца и все остальное прочее кишки надо идти сюда никаких в американских этого нет в американских есть только мясо даже сала нету вот дальше здесь то же самое мясо просто в нарезке разные виды сала мясо то есть в основном свинина говядину азиаты не особо любят здесь то же самое по поводу куриц здесь то же самое целый отдел по поводу говядины если вас чего то не устраивает из того что здесь лежит вы приходите сюда и они вам дают абсолютно любое мясо то есть не только что здесь лежит говорите отрежьте мне там сало простого и они вам дадут это самое сало ну то есть цены нормальные вон рук восемьдесят девять два сорок девять четыре девяносто девять то есть здесь и ребра и окорака и в общем все что угодно вот то есть у них здесь все есть дальше парни смотрите начинается рыбный отдел рыбный отдел тут вообще уникальный то есть сравнивать с американским даже нечего вот такие вот огромные моллюски моллюски маленькие моллюски креветок раз два три вида кальмары причем это маленькие кальмары склили они просто офигенные эти самые лобстеров хвосты лобстеров креветки вареные можно купить сразу есть осьминоги салаты из тунца из осьминога из креветок креветки уже почищенные мясо крабы парни точно такой же краб которых я варил дунчинес крабник 40 долларов парни за паунд за 450 грамм то есть видите насколько выгодно ловля крабов здесь рыба причем рыбы выбор тоже сами сравните с американскими я показывал что в американске тунец такой тунец такой как черная треска густую сон треска лососи рыба меч морской бас опять лосось ракфиш опять треска разные виды форели красные то есть все что угодно там они уже разделаны и здесь они целые вот пожалуйста целые камбалы такие же точно которых я ловил сколько они тут стоят интересно было посмотреть цены почему то нету на там а нет есть вот они 599 за паунд бас потом какие-то супер окуни вон форель тоже самое местное здесь такую можно поймать 599 а вон те вон рыбы страшные вот эти красные всякие это конечно уже привезено здесь золотая форель помпана макрель то есть офигенная рыба ее в американских нету ну там вообще никакой рыбы нету то есть рыба ремень вон они такие длинные ну и здесь тунцы цельные салмоны ну лосось мидии точно такие же как у нас и вон парни краб лежит то же самое такой же вот как я ловил только супер огромный ну крабов здесь они ловят вот здесь вот парни теперь все живое вон они живые лобстеры сидят огромные вон они вот сидят крабы которых я ловил вот они дунджинеси причем видите крабов редрок камяг здесь нету то есть многие их почему-то не едят они считают что этих можно если тех нельзя вот я был на ловил крабов со знакомым вот он азиат он мне всех камяг отдавал огромных пришел он говорит я их не беру я беру вот этих травян ну короче моллюски эти всякие вот панцира устрицы здесь живые рыбы здесь тоже устрицы устрицы короче устриц куша всяких видов вот это парни я не знаю что но это выглядит просто вообще уникально то есть посмотрите это какая-то ракушка из нее какой-то хобот вон их там полно вон они живые что оно называется геодак 20 долларов паунд стоит ну короче здесь куча видов вот всяких разных миди вот даже длинные миди такие короче миди я здесь как-то брал вот гигантских миди вот вот таких вот я брал огромных и они продаются здесь по счету то есть вот такая вот одна сумка вот она гигантская несколько килограмм весит одна сумка стоит 20 долларов можно меньше покупать то есть они по счету по 12 штук продаются то есть говорите 12 штук там цена одна дальше вот здесь парни все что для суш то есть вот разные виды перепелиные яйца осьминоги вот это все и вот здесь рыба свежая то есть это рыба которую можно есть прямо сурую только то есть она так и называется суши грейп то есть подходящая для суши здесь то есть какая угодно то же самое тунцы креветки осьминоги моллюски акула то есть все что угодно которая с которого можно делать суши и можно есть сырой то есть вы не отправитесь ничего здесь дальше парни по-моему всякие там то же самое все только в пакетах замороженные замороженные всякие морепродукты замороженная рыба скумбрия здесь все тоже короче то же самое всякие рыбы только там все свежее не замороженное здесь все уже замороженное здесь короче копченая рыба и соленая и рыба расфасованная то есть вот это все копченые и здесь уже расфасованная вот какая-то мелкая рыба здесь лосось ну то есть здесь просто подошел взял что тебе подходят большие кальмары маленькие кальмары головы лососи ну цены то есть недорогие цены нормальные ну вот упаковка кальмаров к примеру 384 стоит вот упаковка кальмаров 328 вот вот эти маленькие кальмары офигенно они очень вкусные вкуснее больших я буду показывать вам рыбалку на этих маленьких кальмаров пойду на него дальше здесь парни всякие морские водоросли всяких разных видов то есть красные зеленые черные тонкие там толстые все что угодно вот в этих парнях холодильниках тоже всякие уникальные рыбы замороженные некоторые сыры некоторые уже там готовые со специями и такая всякая чепуха в общем здесь уже какие-то тоже сыры там что-то в общем парни все мы не успеем посмотреть вот здесь вот дальше идут их не консервы китайские тунец к примеру там еще что-то то есть немерено целый ряд идет консерв ну в перемешку здесь есть и американские там вон к примеру ветчина это чисто американская потом тоже огурцы всякие оливки там помидоры тоже вся вот эта консервация есть американская есть перемешку с этим здесь парни на счет риса тут вообще отдельная песня риса здесь миллиард видов и в каких угодно упаковках вот там вот рис лежит в мешках 50-килограммовых насколько я видел азиаты берут рис мешками они его в маленьких вообще не берут потому что выгоднее покупать большой мешок там вообще копейки он стоит вот и здесь всякие водоросли вот целый отдел этих водорослей для сушь то есть вот они в таких упаковках всякие сухие водоросли тут хелакити даже есть то есть все что угодно и здесь где-то вот и здесь вот целый отдел всякие травы короче какие-то вон то есть он не чая то именно в банках травы какие-то крупы ну и в общем все остальное тоже китайское китайский чай китайские вот здесь игрушки китайские здесь печенье китайские какие-то орешки то есть все короче вот это вот ну не только китайское китайское там японское азиатское в общем какие-то напитки ну и парни вот здесь вот отдел то есть там называется не дай сувениры здесь отдел сувениров то есть все что связано вот с китайской жизнью то есть здесь наборы тарелки вот пиалки палочки наборы посуды их японской то есть которые они питаются там чисто косметика вся тоже чисто японская китайская какие-то чисто их не made in japan вот эти вот фирменные рисоварки то есть безбашенные вот они тут 400 долларов 450 долларов то есть таких нет у них дело только здесь они продаются фирма tiger сделаны все чисто в японии здесь смотрите зоджируши то есть это известная фирма тоже японская то же самое ну вот я вам когда показывал варку краба вот у меня такая штука только панасоник обычно а здесь вот они какие-то супер навороченные made in japan и они все тут по 300 по 400 по 200 долларов вон по 190 есть ну то есть очень серьезные то есть у них у азиатов очень большие требования к приготовлению риса поэтому они дешевые здесь не продают потому что дешевые никто не будет брать такую там типа панасоник где угодно можно купить здесь какие-то вот компьютеризированные только я не пойму что это кофеварки или что какие-то короче тоже супер девайсы вот по моему кофеварки вот здесь вот короче всякая мелочевка там косметика шампуни но то же самое видите все чисто вот японское то есть японская тушь японское это японские карандаши японские кремы мыло японское шампуни японские вот тут какие-то для женщин краски для волос в общем вот такая вот лабуда то есть это просто офигенно потому что вот эти все люди из азии им здесь негде купить вот этого они больше кроме как тут или в онлайне нигде это не купят ну то есть здесь посуда вот на эти палочки шампурчики досточки ножи вот их тоже японские их здесь миллиард видов вон они всякие киосера пожизненная гарантия есть каталоги вон то есть ножи вон смотри целый шкаф каких-то ну чисто ихних японских то есть кухонных ножей не такого фонаря вот как у нас продают ну я имею ввиду в онлайне там на амазоне на ebay то есть настоящие японские ножи то же самое посуда вот вот парни рис то что я вам говорю вот куча мешков с рисом это все рис а он абсолютно разных сортов разных расфасов цены за мешок от 12 там до 40 долларов ну и в принципе наверное все посмотрели ну как подробно там не буду смотреть там есть целый отдел этих соевых соусов то есть их там миллиард